В детском саду недетские жалобы, воспитатели, нянечки и медсёстры. Всего 21 человек оказались ненужными дошкольному учреждению. Хотя три года подряд считались лучшими сотрудниками и едва ли не круглосуточно были на работе. У меня сын инвалид, а мне ставят условия, чтобы я бесплатно работала. Я мать-одиночка. Почему вы меня доводите? Я 300 тысяч отдала, чтобы устроиться сюда. Три года назад здание общественной сауны переделали в детский сад, но потом чиновники решили экономить на аренде, ведь каждый месяц из казны приходилось платить по 760 тысяч тенге. В итоге садик в рамках государственно-частного партнерства отдали бизнесмену со всем содержимым, в том числе и с коллективом. Нам в райно сказали, вы не переживайте, вас из государственного детского сада уволят, а в частный потом всех примут. 21 человека не приняли, хозяева сказали, что это их семейный бизнес и сами знают, кого брать. Брат хозяина работает заместителем Акима Кентау, дочка в прокуратуре, и говорят, на них управы нет. Под контроль бизнесмена перешли 50 сотрудников. Неделю назад 21 из них сократили. Новый владелец, видимо, тоже решил экономить. Найти другую работу воспитательницам непросто, поэтому они и возмущены. Новый хозяин за происходящим наблюдал со стороны и комментировать ничего не стал. В Акимате историю называют недоразумением и обещают разобраться. Уладить этот скандал, говорят чиновники, дело чести. Ведь передать под управление предпринимателей Акимат намерен еще 8 детских садов. Все они были построены в рамках государственно-частного партнерства. Но теперь бюджету, похоже, слишком накладно содержать дошкольные учреждения.